В Акурде состоялось заседание комиссии по программе «Рухани Жангару» с участием государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева. В ходе заседания министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурин Абаев представил участникам новый план реализации программы на 2020 год. В этом году программе «Рухани Жангару» исполнится три года. Известный писатель Толин Абдук объяснил, что программа верная, но страдает ее исполнение. Мы должны относиться к этому вопросу очень объективно. Нам нужно критически смотреть на историю и на критический уровень. Только тогда мы сможем извлечь урок из истории. Министерство информации и общественного развития ответственно за координацию программы «Рухани Жангару». По словам министра Даурин Абаева, только в прошлом году было проведено 39 тысяч мероприятий с участием 12 миллионов человек. Однако при реализации программы некоторые области не доработали. Среди Акиматов, Алматы, Ахмала, Ахтубе, Павлодар, Северный Казахстан, Туркестан и Шымкент они не выполнили 14 пунктов. Органы центрального правительства не выполнили 5 пунктов. Это государственные образовательные учреждения МЧС. Министер информации и общественного развития Дориан Абаев рассказал о новых проектах программы «Рухани Жангару». В предстоящем году в рамках госзадания запланирована реализация новых проектов. В частности, проекты по популяризации традиционной музыки, семейных ценностей, предпринимательской деятельности и национальных видов искусств. О новых технологиях в мире, а также анимационный проект для детей. Будут созданы аудиоподкасты по продвижению 100 новых учебников традиционной музыки, кьюев, творчества Абая Кунанбайло, детских произведений казахстанских авторов. Все мероприятия в рамках намечающихся празднований, юбилеи в стране должны послужить воспитанию молодежи, все большему познанию, укреплению национальных традиций и нести в себе культурную и образовательную функцию. Крымбек Ушербаев отметил, что многие проекты в рамках «Рухани Жангару» имеют реальные результаты. Например, школы, больницы и спортивные сооружения были построены по всей стране за счет предпринимателей в рамках проекта «Туганжер». Деловое сообщество привлекло до 60 миллиардов тенгеп, построило около 2000 социальных объектов и отремонтировало старые. Бизнес-сообщество также активно способствует духовному возрождению. В этом году отмечаются юбилеи, такие как 175-летие Абая и 1150-летие Аль-Фараби.